В Звенигороде продолжает свою работу фестиваль «Подмосковный умелец». Его вторым этапом стала фермерская ярмарка «Новогодняя лукошка». Более 30 производителей приняли в ней участие. Мария Кузьминкова преподает в университете журналистику, но при этом занимается еще и фермерством. В хозяйстве многогектарное угодье, домашний скот, 60 коров, козы, свиньи, овцы и куры. Говорит, этим необычным хобби помогают заниматься не только домочадцы, но и друзья. Просто хотелось какой-то другой жизни. И, честно говоря, мы выполнили послушание нашего духовного отца. Наверное, это было такой вот отправной точкой. И наша семья, несмотря на то, что мы 100 лет в Москве, то есть мы можем себя считать калинными москвичами, несмотря на это, мы, не оставив Москву и сохранив там работу, выдвинулись в Волоколамск и организовали там такое удивительное хозяйство. На ярмарку Мария приехала с супругом и помощниками. Привезли домашние колбасы, сыры, топленое масло, сыворотку, свои овощи и многое другое. Поддержать участников ярмарки приехала заместитель главы по вопросам культуры, туризма и молодежной политики, Валентина Переверзева. По словам Валентины Викторовны, фестиваль народных промыслов и ремесел состоит из нескольких этапов. Первым стал шерстяной базар. Мы соединили еще фермерский базар, потому что приходили накануне Рождества, накануне Нового года на рынок, покупали самые вкусности. И вот мы хотим, чтобы сегодняшний фестиваль немножко удивил наших звенигородцев. А сегодня, я смотрю, не только звенигород у нас здесь, но и гости. Причем гости со всего Подмосковья. Мы очень рады этому, поэтому спасибо вам большое, что так активно участвуют и приезжают к нам сюда. Новогодняя Лукошка продлится до 31 декабря, а 4 января фестиваль продолжится благотворительной ярмаркой добрых дел. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.